И по вопросу, пришел Мессия или еще не пришел. Пабло сказал, что так как написано, не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель от чресла его, вплоть до прихода Шила, то есть Мессии. И мы сейчас уже не видим, что есть царь из колена Иуды, значит Мессия уже пришел. На это возразил Рамбан, что если бы говорилось о непрерывном царстве, то другое дело. Но царство прерывалось еще до того, как пришел Ишуа. 70 лет во время Вавилонского пленения и еще за 300 лет до Ишуа, последним царем из рода, из колена Иуда был Зарвавель. И после него царей не было в Израиле. Были только хашманеи, но они не были из колена Иуды. Да, следовательно, если будет возомневлено царство, мы поставим того царя, который будет застоен из колена Иуды. Итак, мы говорили, в чем получилась разница. Они не договорились заранее, о чем будут говорить. И, естественно, христианин Пабло говорил о царстве Божьем. Мы говорили, что царство Божье, оно пришло, Ишуа пришел, но оно еще не явлено в полной мере. И оно будет явлено в полной мере, когда придет во второй раз Мессия. То есть, получается, что мы молимся и на земле, как и на небе установить царство. То есть, на земле мы царства Ишуа тоже сейчас не видим. А относительно, я говорю, царства Ишуа, я имею в виду, не видим как физического царства. Как, ну, на географической карте, да. А нахманит говорит именно о царстве в физическом плане. То есть, они говорят немножко о разных вещах. Дальше, интересно, продолжение, собственно говоря, той же темы, но есть интересный нюанс. Ответил брат Пабло. Во все времена, хотя и не были они царями, была у них власть. Ведь, так объясняется в Талмуде, не отойдет скипетр от Иуды. Это экзилархи в Вавилоне, которые скипетром плавят народу. И законодатель от Череслиева, это сыны сынов Гелеля, которые учат Тору с народом. А сегодня нет у вас рукоположения, известного в Талмуде. И даже такая власть прекратилась. И нет среди вас сегодня достойного называться Раби. А то, что тебя называют маэстро, неверно. И ты обманом пользуешься этим званием. Я ответил, насмехаясь над ним. Это не относится к диспуту, однако ты доверишь неправду. Раби – это не маэстро. Раф – это маэстро. А те, кто без рукоположения в Талмуде, зовутся Раф. Но я согласен, что я не маэстро и даже не хороший ученик. Говорил я это из скромности. Очень интересный момент. Кажется, это, в общем, отличенное. Но для нас оно имеет большое практическое значение. Можем ли мы, мессианские евреи, называть своих лидеров равенными? Или нет? Ваше мнение. Значит, мнение разделяется у мессианских евреев. Некоторые мессианские евреи, ну, Шулом и другие, такие, которые больше живут времени в Израиле, они считают, что равен должен быть рукоположен, да? Что равен – это тот, который прошел Ешиеву, знают все ортодоксальные прибамбасы. Другие мессианские евреи говорят, что можно любого человека называть равен. Если он учитель. Давайте посмотрим. Ну, во-первых, я думаю так, что если мы будем называть равенными только ортодоксальных равенов, то мы будем думать, что только у ортодоксальных равенов подразумевать это. Правильное учение. Как вы думаете, правильно оно у них учение? Нет. А у нас вроде бы не совсем. Вот они равенны, а мы так себе. Я однажды пришел в еврейскую библиотеку и принес наш список тем учений. И там написано, что равен приезжает, а равен из Израиля такой-то, равен такой-то, да? О, так у вас и равенны преподают. А вы что думали? Итак, хорошо, разберемся с термином. Видите, рав, он говорит, рав это означает без рукоположения, рав без рукоположения. Рав это маэстро, да? Маэстро. Ну, маэстро это что? Это итальянский и испанский термин, которым они говорят. Давайте разберемся. Рав, раби, равен с синонимы, но в то же время имеют некоторые нюансы. Это все означает учитель, старший, уважаемый, наставник. Рав, раби, равен и так далее. Реби означает учитель, старший, уважаемый, наставник. Это общий смысл. Но есть некоторые нюансы в историческом плане, которые были. Раби или раби, так называли Ишуа. Что означает что? Учитель. Учитель. И когда говорили о таком-то, ты учитель Израиля, а не знаешь этого. Значит, ты кто? Ты равен, а этого не знаешь. Просто переведено слово учитель. Значит, слово раби означает учитель. Так называли Ишуа его ученики. Иногда употреблялся в арамейских аланах. Равуни, мой учитель. Равуни, раби, отсюда равен произошло русское. По-английски рыбай. Улица Дерибасовская, вы знаете, это улица Рабиновича. Потому что Дерибас – это сын Равина. Или Рабинович. Рав в современном иврите, слово Рав означает уважаемый. Синоним обращения мистер. Рав. Ну, уважаемый. Есть такое на Востоке обращение, когда говорят друг другу уважаемый. Соответственно, мистер, господин и так далее. Но есть и ряд еврейских мудрецов, которые известны под таким именем. Ну, например, Рав Аши, Рав Кук. То есть, это означает равен, но который пользуется особым авторитетом. Как бы равен, а есть Рав. И в каком-то ментальном таком смысле Рав как будто бы выше. Еще есть выражение Арабан. Помните, Н на конце – это что означает? Суббота, шабад, шабатон. Нахеш, Нахшон. Что означает? Большой равен. Арабан означает большой учитель. Это были особо выдающиеся мудрецы. Например, Арабан Гамлиэль. Два человека получили титул Рабейну. И обоих звали Маше. Первый Маше – это кто? Маше Рабейну, который был, учил Тори. В Пятикнижии – это Маше Рабейну. Наш учитель Маше. А второй, совершенно верно, это Рамбам. Рамбам, он был настолько великим теоретиком иудаизма, что его тоже называет наш учитель. И есть такое выражение Рэбе. Это скорее хасидского такого плана. Означает духовный руководитель хасидской общины. Прежде всего, следует знать, что равен – это не означает священник. Некоторые думают, что у православных попы, у католиков ксензы, у евреев равены. Это совершенно не так. Равен – это не священник. Священничества иудаизма сейчас нету, потому что нету храма. Есть люди, которые являются потомками священников, но они сейчас не выполняют никакой функции. Ну, разве что выкуп первенцов. В настоящее время они не выполняют функции, потому что священничество иудаизма было связано с храмом. А в равеннистической практике, и вы здесь уже говорили, еще кроме того, что равен должен был хорошо знать, чему он учит, что происходило еще? Смеха. Смеха через возложение рук. Смеха. Но дело в том, что примерно во II-III веке эта практика прекратилась. Знаете почему? Потому что преследовали вначале римляне, а потом стали преследовать христиане. еврейских равену. Поэтому это такое явление, как смеха, возложение рук, оно прекратилось. Ну, сейчас оно тоже практикуется, но оно действительно было прервано, о чем они и говорили. То же самое передачу полномочий через возложение рук проводится где? У христиан. И как в католической, так и в протестантских церквях. И так далее. Ну, с точки зрения христианства существует некоторое таинство. Что значит таинство? Ну, это вроде такая, что ты делаешь, и в духовном мире происходит параллельный процесс. Но некоторые таинства, как таинства при осуществлении, как будто бы даже происходит и в физическом мире. Ну, само понимание таинства, мистерия вообще, если перевести, да, это нечто мистическое. Но в данном случае, я думаю, что при наложении рук, что происходит? Передача полномочий. Помните, Маше Рубейну, он возложил руки на Игоша бен Нуна. И так далее. То есть, он передал ему свои полномочия. Теперь давайте подумаем. Можем ли мы называться таким термином рави, или мы должны все-таки называться паспастор, учитель, как христианской церкви? Как вы думаете? Во-первых, да, это риторический вопрос, мы уже обсуждали. Во-первых, есть равины, например, в прогрессивном иудаизме. Причем даже равины женщины. Согласны? И никто почему-то из евреев не кричит, что они не могут быть равенными. Но как только появляется равен в миссианском иудаизме, кричат, какие же вы равины, какие же вы пастора. То есть, это явно позиция несправедливая. Если мы будем сходить из этой позиции, то мы будем считать, что мы все-таки неполноценные иудеи. А это же равины? Ну, а мы так себе. Какие-то христиане иудействующие. Но я считаю, что наши учителя и лидеры общин вполне могут называться этим термином. Естественно, они должны быть этого достойны. То есть, разбираться не только в христианстве, но и хорошо разбираться и в миссианском иудаизме, в еврейской традиции и так далее. В этом смысле, я считаю, что мы вполне можем называться равенными. Может быть такое мнение даже, что если, и это есть тоже в Талмуде, кстати, комментарии, если человек выучил хотя бы одну букву, он может называть своего учителя раби. Я думаю, что мы можем с полной мерой называться равенными. Я себя называю Рахат. Раби Хайм Дема. Мое имя Валерий, но когда я прошел Алию и был бар Митсва, то я взял себе еврейское имя Хайм. И я думаю так, раби – это учитель, раби – это духовный руководитель общины. Но это мое личное мнение. Посмотрим, как это укрепится. Вот, например, Валентина Романовича вы как будете называть? Рэбе. А я все-таки раби. Просто учитель. Ну, что касается рукоположения, то я, кстати, рукоположенный учитель. Правда, пятидесятический у епископа рукоположенный. Но это для меня очень ценно. Я думаю, что это действительно очень ценно и очень хорошо. И очень хорошая практика рукополагать равену и рукополагать как лидеру церкви, так и учителей. Хорошо. Дальше продолжаются дискуссии. Я сказал ему еще. Я поведаю тебе, что наши законоучители вовсе не намеревались истолковать данный стих, как говорящий о реальном царстве. Ты, однако, совсем не понимаешь законы и глухи, кроме небольшого числа агат, которые ты заучил. Суть дела, о котором говорят ученые, в том, что никто законно не может быть судьей и освободить кого-либо от уплаты, если он не получил на это право от князя или короля. Ученые говорят, что в период диаспоры, если кто-то из Давидов потомства получает некоторую власть от нееврейских царей, как, например, Эксилархи в Вавилоне, кто такие были Эксилархи? Духовные лидеры общин, которые пользовались в Вавилонии, такой же почти властью, как цари. Хотя вы знаете, что в Вавилонии в то время был ислам, но в раннем исламе иудаизм пользовался очень большим уважением. Это только позднее уже ислам стал противостоять иудаизму. Эксилархи в Вавилоне или Наси. Что такое Наси? Князья. Князья или лидеры. В Иерусе-Исраэль есть у них власть и полномочия. Это обычно существовал и после Иешу, спустя четыре столетия во время написания Талмуда. И не считают ученые Талмуда, что из потомка Иуды будет скипетр и законодатель лишь для Иуды одного. Пророк обещает Иуде, что царство Израиля будет его. И о реальном царстве он заверяет его. Тем не менее, оно прекратилось надолго. Как я сказал, ибо во время вавилонского пленения не было ни скипетра, ни законодателя вообще. А в дни второго храма, когда царство принадлежало жрецам, то есть когенам и их гробам, не было у Иуды никакой власти. Ни у Иксилархова, ни у Наси. Ибо вождями и руководителями были цари. Их судьи, и надзиратели, и те, кто был им угоден. Тогда вмешался брат Педро де Генуя. Значит, брат Педро из Генуи еще был. Это верно, что Писание говорит только, что царство не прекратится навсегда. Однако, может быть, вакаре. Что значит вакаре? Викаре, заместитель. Может быть, передано. Может быть, передано. Кому-то, как передача полномочий. Делегированная делегация полномочий. Правомерная передача полномочий. Отсюда титул викарей происходит. Я сказал королю, вот брат Педро рассудил, по-моему. Брат Педро, не зная, о чем говорит, не знаешь, о чем ты говоришь, Петр. И случайно подыграл этого Нахмадина. Да, говорит, вот так именно и есть. А Нахмадин говорит, правильно, так он говорит, брат Педро. Посмотрел настоящего рядом брата инквизитора. И вспотел от страха. Ну вот. Кому я помог, да? В этом диспуте. И сказал брат Педро, ребята, это не я. Я не рассудил. И 70 лет Вавилона, это незначительное время. И многие из плененных помнили, еще первый храм написан, у Иеги Эздри. Это называется Вакари. Однако теперь, когда вы без царя, уже более тысячи лет, то это и есть полное прекращение. А я ему сказал, ну вот, ты передумал. Сразу быстренько передумал, да? Но соглашается. То, что должно возвратиться, не считается прекратившимся. Нет, однако, в словах пророка разница между многим и малым. Кроме того, периоды, которые я упомянул, большие. К тому же, Яков не обещал Иуде, что будет у него скипетр и законодатель лишь для своего колена. Он отдал ему царство всего Израиля. Как написано, Иуда, тебя восхвалят братья твои. И еще написано, Иуда был сильнейшим из братьев своих, поэтому и вождь от него. Но вот царство над Израилем у него прекратилось со смертью Соломона. Как написано, за домом Давидовым не осталось никого, кроме колена Иудина. Таким образом, ясно, что пророк говорил, только что царство полностью не отойдет. В действительности же в период из знаний это не называется ни отходом, ни прекращением власти. Потому что причина не в Иуде, а в народе. Ведь не обещал же пророк Иуде, что Израиль никогда не уйдет в изнание, для того, чтобы он, Иуда, мог царствовать над ним во всякое время. То есть, тут идет все тот же вопрос о царстве и делегации власти. И опять стал брат Пабло утверждать, будто в Талмуде говорится, что Мессия уже пришел. Помните, Пабло, Пабло христиан, который, кстати, да, евреи этого времени называли падло-христиане. И я правильно оговорился. Говорит все-таки, ребята, вот я еще вспомнил одну вещь из Талмуда. Все-таки в Талмуде же что-то написано. И он привел Агаду в Медрэш-Эхе, где говорится о человеке, который пахал, и корова его замечала. Прошел некий араб и сказал ему, сын иудейский, сын иудейский, распряги корову и плуг твой, ведь святилище твое разрушено. Распряг он корову, а та замечала опять. И сказал ему араб, запрягай корову, запряги плуг свой, родился Мессия ваш. Я сказал в ответ, я не верю в это году, но она подтверждение моим словам. Тогда завопил тот человек, смотрите, он не верит в свои книги. Итак, что вы можете сказать по этому поводу? Знаменитая 53 глава, которую так и не любят ортодоксальные рабины. Причем сам Рамбам, который жил тоже за несколько лет, там я не помню за сколько, но примерно лет за 50 до этого диспута, он об этом говорил, что это глава о Мессии. Ну, послушаем мнение Рамбана. Я сказал ему, согласно истинному утолкованию, глава это не говорит ни о чем другом, как о народе Израиля в целом, ибо так называют его пророки. Израиль раб мой, Яков раб мой. Знаете? Если вы возьмете еврейскую Библию, перевод Масау Харакук, везде в этом месте в скобочках написано Израиль. Хотя этого слова нету, он страдал, в скобках, Израиль, да? Он претерпел казнь, он тот и, и везде в скобках стоит Израиль. Это мнение, о котором говорил Рамбан. Но в действительности очень интересно, что когда мы читаем такие места, действительно, в некоторых временах кажется, что это говорится об Израиле. Правда? В некоторых временах кажется, говорится о ком-то, кто очень похож на Израиль, да? Но не Израиль. Он как бы, это личность, которая персонафицирует, представляет собой весь Израиль. Я отдаю комментарий. Большинство ортодоксальных еврейских комментаторов полагает, что речь идет здесь о народе Израиля в целом. Согласно Агаде, речь идет о Мессии. Понять связь между этими двумя комментариями можно на основании принципа, изложенного у Раши. Понять это можно на основании принципа, изложенного у Раши. Кто такой Раши? Еврейский равен. Правда? И вот он что пишет. Комментарий к Тори, числа 21, дробь 21. Моисей – это Израиль, а Израиль – это Моисей. Правда, Моисей является прообразом Мессии? И Раши говорит, Моисей – это Израиль, а Израиль – это Моисей. Правда, очень похоже. Партия и Ленин – близнецы братья. Мы говорим Ленин, подразумеваем партия. Мы говорим партия, подразумеваем Ленин. Так что, я думаю, наверное, Баяковский тоже читал Талмуд с комментариями еврейскими. То есть, Мессия – это отметие, олицетворяет собой весь израильский народ, мессианскую эру. Поэтому возможны оба толкования. Но в некоторых местах мы четко видим, что есть речь о каком-то одном человеке. Итак, еврейский равен Раши в комментарии к числам 21-21 говорит, что Моисей – это что? Израиль. А Израиль – это что? Моисей. То есть, какая-то личность, которая как бы вбирает из себя весь Израиль. Является персонафикацией, одна личность, она является сущностью всего народа. И в этом смысле вполне можно говорить о Мессии, как об Израиле. Правда? Но есть какие-то места, где говорится точно об одной личности. То есть, то, что могла сделать одна личность, но не мог сделать весь народ. Вот, скажите, что за грехи народа он потерпел казнь. Говорится это о народе? Никак не можно говорить, что Израиль за грехи Израиля народа моего потерпел казнь. Говорится, он за грехи народа моего. То есть, здесь противопоставляется отдельная личность. В других местах говорится так, что это можно понять и об народе, и об Израиле. Хорошо. И еще вы знаете, что есть мнение о двух Мессиях. О страдающем Мессии. Равен и говорят, что так и был страдающий Мессия, и был царствующий. Царствующий, вернее, придет еще, а страдающий уже пришел. И страдающего Мессия они называют Мессия Бен-Иосиф, а царствующий как Бен-Давид. Бен-Давид. Но вы знаете, что в Евангелиях указано родослово Иешуа. Так что он таки и Бен-Давид, и таки Бен-Иосиф. Ну, то, что Иосиф не был его родным отцом, но если человек усыновляет отец, имеет он право на отчество? Вполне. Так что вполне можно назвать Иешуа и Бен-Иосиф. Он и Бен-Давид, и Бен-Иосиф одновременно. Ну, дальше еще интереснее идет. Так. Ты не найдешь ни в одной из еврейских книг, говорит Рамбан, ни в Талмуде, ни в Агоде, что Мессия, сын Давида, будет убит и предан врагами своими, и что он будет похоронен среди злодеев. Ведь Мессия, который вы создали себе, даже не был похоронен. Видите, как интересно? А был похоронен еще? Был. Но так как не считал Новый Завет товарищ Рамбан, то в данном случае он сморозил ляпсус. Мессия, о котором вы говорите, он даже не был похоронен. Ну, естественно, раз не был похоронен, то и вы не на было воскресать. Правда? Если хотите, продолжает Рамбан, я объясню вам этот отрывок в прекрасном ялкозном толковании. Там вообще нет ничего об убийстве, как это произошло с вашей Мессией. Но они не хотели его слушать. Хорошо. Вот смотрите. Я вам дам эту 53-ю главу в переводе Масад-Харау-Кук. А вы откройте и сравните с тем, что у вас в Библии. Открывайте 53-ю главу в Исайи. Так, то, что дается как дополнение, как комментарий Масада-Харау-Кук, я буду говорить, что это слово в скобках, да? Кто поверил бы в слухах, дошедшему в скобках до нас и мышца Господня, на ком явилась. И взошел он, Исраэль, в скобках. Второй курс должен был бы уже знать. Так. Хорошо. Дело в том, что в Талмуде есть две части. Агада и Галаха. И мы знаем, что Галаха – это то, что мы называем еврейским законом. Это устная тора, это то, что евреи соблюдают. А что такое Агада? Сказки, да. Слово Агада, сказки, истории разные, они не являются доказательством и не являются законодательством. Никакой из Агады нельзя вывести закон. Потому что Агада – это только комментарий. Это комментарий, причем приукрашенный, естественно, являющийся только притчей и иллюстрацией. О чем и говорит Нахват. А тогда завопил этот человек. Смотрите, он не верит в свои книги. Но равен Агаду действительно законом не является, не считает. Я думаю, что Пабло должен был знать разницу между Агадой и Галахой. Я сказал, дальше я читаю текст. Я воистину не верю, что Мессия родился в день разрушения храма. Что касается этой Агады, то она неверна или же имеет какое-то другое таинственное толкование ученых. Однако я понимаю его в буквальном смысле. Как ты говоришь, именно от подтверждения моей правоты. Ведь сказано, что в день разрушения храма, после того, как был разрушен храм, в тот самый день родился Мессия. Следовательно, Ишу не Мессия? Когда родился Мессия? Ишуа же не родился в день разрушения храма. Безусловно. Значит, речь идет не о Ишуа. Он до разрушения храма родился и до разрушения храма был убит. На самом деле, он родился примерно за два столетия до разрушения, а по-вашему, за 73 года. Тогда он замолк. Да? Вы помните, Ишуа Мессия родился действительно до разрушения храма. А почему же говорится, до два столетия до разрушения? Иисус ведь тоже не родился за два столетия до разрушения храма. Нет. А какое же событие происходило за два столетия до разрушения храма? Восстание Маковею. Да? Восстание Маковею, оно породило мессианские тенденции. И после восстания Маковея, евреи стали ждать своего Мессия. Помните, евреи ждали Мессию, который освободит Израиль, когда он был в Вавилонском пленении. Вернулся Израиль. Потом некоторое время это государство было, хотя и под покровительством Персии, но оно имело какую-то самостоятельность. Но после того, как царь Антиох захватил, что получилось? Евреи опять стали ждать своего Мессии. То есть, надежда на Мессию родилась за 200 лет до рождения Ишуа Мессии. А по-вашему, Иисус родился за 73 года до разрушения храма. Итак, мешался маэстро Гелем. Мешался маэстро Гелем. Судья короля. Теперь диспут не о Ишу. Разговор о том, пришел ли Мессия или нет. Ты говоришь, что не пришел. А вот эта книга говорит, что пришел. Я сказал ему, ты по своему обыкновению прибегаешь к азуистике. Но я все же отвечу вам. Не сказали ведь ученые, что он пришел. Они сказали, что он родился. В тот день, когда родился учитель наш Моисей Блаженной Памяти, он не пришел и не был еще избавителем. Лишь когда он пришел к фараону по повелению Всевышнего и сказал, так сказал Бог, отпусти народ мой. Именно тогда он пришел. Так и Мессия. Он придет к папе римскому и скажет ему, что по повелению Всевогущего отпусти мой народ. Тогда будет считаться, что он пришел. Помните, когда был такой Саватай Цви? Что он хотел сделать? Пойти к турецкому султану, да? И он так и это сделал. Пришел и нагло ему говорит, отпусти народ мой. А то он говорит, а я тебя голову отрублю. Если не примешил славу. Он подумал, подумал и таки согласился. Так что было много таких Мессий, которые приходили и кричали. Тогда будет считаться, что он пришел. Ведь царь Давид в день, когда он родился, не был царем и не был помазанником Мессии. Только когда Самуил помазал его, он стал Мессией. И в тот день, когда пророк Илья поможет Мессию по повелению Бога, он и будет называться помазанником. И когда он позже явится к Папе Римскому, чтобы освободить нас, это и будет называться «Освободитель пришел». Опять-таки речь идет о земном царстве. Помните, мы говорили о менталитете евреев. Если говорят «царство» и «спасение», «избывитель», то они прежде всего думают не о духовном, а о физическом спасении, о физическом изболении. Дальше происходит дискуссия. Заявил тот человек. Вот глава. «Раб мой будет благоуспешен». Какая это глава, которая называется «Раб мой будет благоуспешен»? Какая глава из пророка Исаии говорит «Вот раб мой будет благоуспешен». 53-я глава из пророка Исаии, да? Помните? 53-я глава из пророка Исаии. Итак, заявил тот человек, то есть Пабло, христиане. Глава «Вот раб мой будет благоуспешен». Он не говорит «Исаия», 53-я глава, потому что в то время еще деления на главы не было четкого. Он говорит, эта глава рассказывает о смерти Мессии, о том, как он попал в руки врагов своих, о том, как поместили они его со злодеями, и как и произошло с Ишу. Веришь ли ты, что глава это говорит о Мессии? Мы, если... Мы это кто? Израиль, да? Мы, то есть Израиль, блуждали как овцы. И Бог возложил на него, то есть опять-таки на Израиль, грехи всех нас. Опять противоречия. Правда? И так далее. Еще мы знаем из истории, если вы говорите, допустим, что он страдал и был безмолвным. Мы знаем, что до времена Холокоста евреи не были безвластны. Мы знаем, что евреи восставали против римского владычества. Правда? И вовсе они не были безвластны, когда их истребляли римские легионеры. Евреи не были безвластны, когда они шли в сопротивление и создавали отряды самообороны, хаганы в Израиле. То есть такого не было. И мы знаем только одного, кто мог добровольно пойти и быть безвластным за весь народ. В восьмом стихе он претерпел казнь, в переводе Равкука, поражение за грехи народа. Но кто мог быть? Только безгрешный человек. Правда? Даже первосвященник, когда он приходил в святой святых, он все равно был грешен. И прежде всего жертву предоставил умилостивление за какие грехи? За свои грехи. Поэтому он никак не мог быть жертвой умилостивления. Девятый стих. И дана была с грешниками могила ему. То есть что? Похоронили его, да? Вместе с грешниками. И с богатыми при смерти его. И не совершал он насилия. Слава тебе, Господи! Даже Гитлер Израиля не похоронил. Правда? Даже Гитлер Израиля не похоронил. Если говорится о ком-то, кто конкретно был похоронен, то это, слава Богу, не народ Израиля. То есть, вполне мы можем определить это. Вот еще. Конечно, было бы неплохо, если бы вы это разобрали дома. Есть такой документ. Песнь раба Божьего. Песнь раба Божьего – это один из документов, которые были найдены в этих пещерах кумранских. Она представляет собой как бы собранную воедино. Это был как единый документ. Эти фрагменты имеют фрагменты. Из Исаии 42 глава 1.4, 49.1.6, 50.4.9, 52.13-53.12. Оказывается, это принадлежал одному произведению, в котором шесть частей. Согласно традиции, первая, четвертая и шестая часть произносятся от имени Бога, вторая и третья часть от имени еврейского народа, а пятая часть от имени всего человечества. Неплохо было бы, если бы вы могли разобрать эти части и что относится к Богу, что относится к Мессии, что относится к еврейскому народу. Хотите, я вам прочту этот документ в целом? Вот раб мой, которого поддерживаю я, избранник мой, которого желает душа моя. Возложил я на него дух мой, принесет он народам закон, не будет кричать он и не возвысит, и не даст услышать на улице голоса своего. Слушайте меня, острова и страны, и внимайте, народы далекие. Господь от чрева материнского призвал меня, от утробы матери моей назвал имя мое, и сделал уста мои, как острый меч. В тени руки свои сокрыл меня и сделал меня стрелой отточенной. В колчане своем спрятал меня, сказал мне, «Ты раб мой, Израиль, которым я прославлюсь». И сказал я, «Напрасно трудился я, попусту и тщетно истощал я силу свою, но право мое у Господа, и награда мое у Бога моего». Говорит ныне Господь, создавший меня от чрева рабом себе, чтобы обратился к нему Иаков, и чтобы Израиль собрався к нему. «И почтен я в глазах Господа, и Бог мой, сила моя». И сказал, «Мало того, что будешь рабом мне для восстановления колен Иакова и для возвращения останков Израиля, но сделаю тебя светом для народу, чтобы простерло спасение мое до конца земли». Господь Бог дал мне язык учения, чтобы уметь подкреплять усталого, пробуждает Он каждое утро, пробуждает ухо мое, чтобы слушать подобно тем, кто учится. Господь Бог открыл мне ухо, и я не воспротивился, и не отступил назад. Спину свою отдал я побивающим, и ланиты свои поражающим. Лица своего не закрывал от поруганий и оплеваний. И Господь Бог помогает мне. Поэтому не стыжусь я. Поэтому сделал я лицо свое, как кремень, и знаю, что не буду посрамлен, близок оправдывающий меня. «Кто хочет спорить со мной? Встань и вместе. Кто судится со мной? Пусть подойдет ко мне. Ведь Господь Бог помогает мне. Кто тот, который обвиняет меня? Ведь все они, как одежда, обвещают, как моль пожрет их». Похоже, что некоторые места прямо апостол Павел цитирует четко. Я еще раз говорю, что это документ касательно Мессии, так как его представляет Есей. Мессия страдающая. И этот документ взят конкретно из разных участков Танаха. «Вот преуспевать будет раб мой. Поднимется он и вознесется, и возвысится. Как многие изумлялись, глядя на него, ибо обезображен был лик его, как ни у кого, и образ его не как у сынов человеческих. Он так приводил в изумление народы многие. Цари закрывали уста свои, ибо то, в чем сказано было, им узрели, и то, о чем не слыхали и увидели. Кто поверил бы в слуху до нас зашедшему, и мышца Господня кому явилась бы? Ибо взошел он как отпрыск и как росток из почвы сухой. Ни вида в нем, ни красоты. И видели мы его, но не такой был образ его, чтобы провеститься им. Он презираем был и отвергнут людьми, страдалец и болезнь изведавший. И как бы отвращая от себя лица, презираем был. И мы не почитали его, но болезни наши переносил он, и боли наши терпел он. А мы считали, что он поражаем, побиваем Богом и истязаем. И он изранен преступлениями нашими, сокрушаем грехами нашими, наказание за благополучие наше на нем, и ранами его исцеляемся мы. Все мы, как овцы, блуждали, каждый повернулся на дорогу свою. И Господь возложил на него грех всех нас. Притеснен и измучен он был, и не открывал рта своего, как овца, ведомая на заклане, и как овца безвластная, перед стригущими ее. И не отворял уст своих, из заключения и наказания. Он взят был, и кто расскажет о случившемся с поколениями его. Ибо отрезан он был от живых, за греховность народа моего поражения ему. И дана была с грешниками могила ему, и с богатыми при смерти его. Хотя не совершал он насилия, и не было лжи в устах его. Но Господу угодно было болезнями сокрушить его. Если же сделает душу свою жертвой повинности, то увидит он потомство и продлит дни свои. И желание Господа существится рукой его. За труд души увидит он добро и насладится. Мудростью своей оправдал имя правдника. Раб мой перед многими. Поэтому дал я ему среди великих удел, и всесильное будет он добычу делить. За то, что рисковал он жизнью своей, и к преступникам причислен был. Грех многих нес он, и за преступных уступался. Видите, интересно. Вы можете четко определить, где говорится о личности, где говорится об Израиле, а где можно думать и об Израиле, и о личности. Хорошо. Продолжаем дискуссию. Опять начал говорить тот человек и сказал, что в Толбуде ядно сказано, что Раби Егоша бен Леви спросил у пророка Ильи, когда придет Мессия. Пророк ему ответил, спроси у Мессии самого. Тот сказал, ну где же он? Он ответил, в преддверии Рима среди немощных. Пошел он туда и нашел его. Я ответил ему, но ведь из данного отрывка следует, что он не пришел, ибо Раби Егоша бен Леви спрашивает у Ильи, когда придет Мессия. Так он спросил у самого Мессии, когда придет господин. Следовательно, он еще не пришел, он лишь родился, согласно буквальному чтению этих гад. Агад, но я в это не верю. Помните, мы говорили о учении Шулова, Мессия в Толмуде, да? И там дается объяснение этой Агады. Еще раз говорю, что это Агада, это не что? Это не абсолютная правда, абсолютная истина. Это притча, сказание о приходе Мессии. И там Равен, который был в то время, который жил в то время, он подошел к могиле своего учителя. Да? Могиле своего учителя. И спросил, где Мессия, когда придет Мессия. Сейчас найду это место. Ага, вот. Раби Егоша бен Леви встретил Ильягу, ухода в гробницу раби Шимона бар Иахая. Значит, раби Егоша бар Леви пошел помолиться на гробницу Шимона бар Иахая. И встретил там Ильягу, Илью пророка. Он спросил его, имея ли я часть в мире грядущем? Тот ответил, если этот господин пожелает этого. Раби Егоша бен Леви сказал, я видел двоих, но слышал голос третьего. Иначе говоря, он стоял на гробнице Шимона бар Иахая, говорил с Ильягу. Но, получается, он и Ильягу двое, а он также слышал еще третий голос. Если этот человек, да, он спросил, буду ли я иметь спасение? Если этот господин, Господь согласится с этим. Кто третий? Третий Мессия, правда? Ильягу указывает на Иисуса, как мы думаем, или на кого-то третьего. Нас было двое, да? Но я видел кого-то и слышал голос кого-то третьего. Хорошо. Тогда спросил его Раби Егоша бен Леви, когда придет Мессия. Ильягу ответил, пойди и спроси его сам. Раби Егоша бен Леви спросил, а где он сидит? Ильягу ответил, у входа. Как я узнаю его? Он сидит среди прокаженных, и все они разматывают свои повязки разом и заматывают разом. Он же разматывает и заматывает каждую по отдельности, думая, когда я понадоблюсь, когда наступит часть моего явления как Мессии, чтобы мне не задержаться. То есть, не надо заматывать несколько язву. Так он, Раби Егоша, отправился к нему и приветствовал словами. Мир тебе, Господин и Учитель. Итак, вы помните, мы говорили еще до Суккот, что некто продырявленный, прокаженный, потому что Мецара, это и рана будет, и проказа переводится. И он сидит среди этих прокаженных, и это есть Мессия. Очень интересный образ, страдающий в Мессии, правда? Продырявленного, прокаженного. И этот прокаженный Мессия сидит у ворот. Вы знаете, что они пускали в прокаженный город? И они сидели у ворот, и выпрашивали, что им подадут. Какое же его отличие? У прокаженных, вы знаете, там язвы открываются, пальцы отпадают, и они постоянно должны ходить в повязках. И прокаженный все снимают все повязки, потом обрабатывают раны, потом все повязки одевают. Если у него там рука, нога и несколько мест, он снимает все сразу и одевает сразу. А Мессия снимает только с одного какого-то места, что в случае, если его позовут, он быстренько это место замотает и пришел на помощь. По этой причине узнал его рабе Егоша и говорит, мир тебе, господин и учитель, мир тебе, сын Леви, ответил тут. Я еще раз говорю, это не есть реальное происшествие, которое произошло с рабе Егошем. Вы понимаете, что это притча, сказка. Иван Царевич пошел туда-то, туда-то и сделал то-то, то-то. Рабе Егоша это просто имя, да, авторитета. Мир тебе, Леви ответил тот, господин, когда ты придешь, спросил он, сегодня, то есть, аем. Позже он вернулся к Ильягу и тот поинтересовался, ну, что он сказал тебе? Мир тебе, сын Леви, ответил он. Тогда Ильяга пояснил, этим он уверил тебя и твоего отца в том, что есть у вас часть в мире грядущей. Да, вы помните, что рабе Ильяга ждал его, да, весь вечер, а Мессия так и не пришел. Но он обманул меня возразил он, пообещал прийти, сегодня, а не пришел. А Ильяга ответил, вот что он сказал тебе, сегодня, если вы послушаете его голоса. Это цитата из Псалма 94, стих 7. мы. То есть, сегодня, это не сегодня. Сегодня, это в любой день, когда мы услышим голос Господа, когда мы услышим голос Мессии, тогда он приходит к нам. Он сидит и ждет, да, или стучит в нашу дверь. Если мы его пускаем, и мы с него приходим, он берет на себя наши болезни, исцеляет нас духовно, физически, дарует нам жизнь вечную. И это сегодня, каждый день сегодня. Согласны, что вчера это тоже было сегодня. И завтра это тоже будет сегодня. То есть, нельзя говорить, что вот сегодня, значит, уже все. А завтра это уже нельзя будет. Сегодня, то есть, любой день, когда мы готовы, будем покаяться. Таким образом, это Агада, а не Галаха. И если уже говорить о мессианском значении этой притчи, то это означает, что Ишо Мессия, страдает. И он еще продолжает, да, быть готовым каждый день прийти к нам на помощь. И каждый день это сегодня. И мы должны когда покаяться? Сегодня. Вот и все. Вот и смысл этого. И все. Спасибо. Продолжение следует...